еще раз очень близко неописуемую красоту обрыва calver down показываю вам посмотрите даже на песке играет радуга не знаю видно ли вам сегодня очень солнечный день очень красиво и ветер не дует нам в камеру и вообще все великолепно вот такие обрывы на пути к этому грандиозному утесу calver down так очень красиво мне нравится живописно не передать была бы рада если камера все это сможет вам показать сейчас пройду чуть чуть подальше как смогу вообще вы знаете тут если вскарабкаться если смочь вскарабкаться наверх то там как раз вот прогулочная такая зона вдоль обрыва этого calver down и смотровая площадка но там она сверху там вот этой красоты конечно мы не увидим как здесь не знаю даже что и лучше смотреть открытый горизонт океана любоваться прибоем либо смотреть вот эту великолепную красивую скалу но опять же даже если бы я вскарабкалась наверх то моя машина припаркована трех километров позади меня так уж и лучше мне по берегу назад возвращаться видите какие оползни и обрывы и вот это вот продолжается каждый год а я не знаю почему они не ведут никакие берега укрепительные работы возможно так звонецкий сказал жопой волны отбивать я извиняюсь смысла нет потому что стихия есть стихия но вот теряем 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 постоянно просто 10 метровые куски земли от острова которая поглощает постепенно океан как вы можете видеть это здесь я даже все искала посмотреть привести вас показать вы знаете что как здесь обрываются дороги просто очень много можно встретить если подъезжаешь вот к этой вот юга западной части острова где тянется вот этот обрыв на всем протяжении то очень много дорог сползли в море уже и поглощены были этими оползнями вот я почему вспомнила потому что увидела вот здесь видите типа асфальта какие-то такие камни а может быть это настоящая порода а может быть это асфальт сейчас уже трудно определить ну вот то что здесь просто бывает что подъезжаешь и вот такие вот дорога дорога потом бабаха она идет прям вот обрыв асфальтированная красивая дорога даже остались часть разметок и она грохнулась сюда в воду там конечно стоит эта дорога закрыта перекрыта но бывают случаи что ночью не заметив люди срываются со скалы но от странного вида плоские камни здесь а вот видите даже стали строить такие пирамидки всем знакомые на счастье вот я шла издалека видела эту собаку думаю кто же тут остался один у женщины спросила прилив или отлив она и сама тоже не знает но вот поэтому мы с ней тут вдвоем изобрели ну и вот она пришла сюда она сказала я пришла для того чтобы построить вот эту вот пирамидку из камней я говорю а зачем эти пирамидки строятся я видела в тенарифе их очень много даже у меня есть там видео по моему вот она говорит она счастье загадывают желание на счастье строят ну и желательно чтобы вода их не унесла в океан хотя все таки наверное унесет так что вот и все с последним с последним живым человеком я встретилась а теперь уже впереди никого не осталось только я но я все равно найду дойду до скалы здесь такими козырьками на нависает вы знаете я же прячусь от от воды иду под самой здесь скалой под самым этим обрывом вы знаете прям страшно насколько там это все смотрится неустойчиво вот вот на голову свалится ну и вот опять друзья вы только посмотрите вы посмотрите на эту грандиозную панораму вы только посмотрите я просто поражена насколько все красиво вы знаете просто надо приходить сюда с мольбертом посмотрите какие из изогнутые кусты посмотрите как красиво наверху этот обрыв боже грандиозное там желтые цветы цветут а там дальше белый ой как красиво сейчас подойду еще ближе я в восторге и вот эти страшные оползни кругом посмотрите вот внизу уже недавно обвалившиеся дерево обрушившиеся вот из тех там еще уже повисли падают и вот наверное даже знаете что будет интересно мне на будущее сходить сходить опять сюда вот как классно что остается это в памяти именно запечатленная на видео и будем будем наблюдать и посмотрим какая будет выглядеть скорее всего что все вот это тоже обвалится через год но красота просто дух захватывает друзья все ближе и ближе и все эти виды восхитительные я продолжаю вам показывать посмотрите боже ой ну я не знаю друзья как красиво как красиво какое грандиозное место я вот по верху ходила много раз а вот по низу нет не ходила о боже посмотрите там стена какая-то там какая-то стена кирпичная оголилась и торчит сейчас подойдем я покажу поближе ну посмотрите во первых здесь это же обрывки обломки какой-то стены какой-то крепость я кстати слышала что была старинная крепость наверху на этом calver down мысе была какая-то старинная старинная крепость и она вот к сожалению была разрушена водой вы посмотрите мой мне как интересно я никогда сама здесь я говорю не было но вот посмотрите кто разбирается судя потому что здесь такие кирпичи старые но опять же кирпичи какого года это все с какого времени начали люди применять кирпичи они камни и вот именно такие кирпичи может быть не так и давно но согласитесь грандиозно интересно ох откуда они слетели не хотелось бы чтобы они слетели сейчас еще не дай бог мне на голову посмотрите там он огня летит как раз сокол сапсан видите я рассказывала вам они здесь гнездятся у нас эти соколы сапсаны так вот где пролетал сейчас сокол видите часть стены часть стены в земле обнажилась боже мой попробую ближе подойти ну что-то прямо страшно вот видите на самом верху такой обрывок часть стены какой-то кирпичной видите и дальше вниз довольно далеко он идет вертикально вниз эта стена очень далеко и очень глубоко вот что такое какие-то постройки ой 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 так ведь это знаете этот обрыв высотой 150 метров это вот кажется что он такой не очень высокий а он 150 метров высотой вот поэтому если наполовину это какой-то наверное старинная к это башня или замок какой-то разрушенный ой как интересно почему вот они не занимаются раскопками хотя здесь видите то что уже тоже говорила вам повторю еще раз что находят очень много остатков древних динозавров костей динозавров именно у нас на острове очень много было найдено именно вот так что мы вода вымывала и выползали вот такие кости но здесь же наверное даже останки каких-то древних построений поселений нет я дальше не пойду это надо если даже и приходить сюда то надо приходить когда вода уходит идти далеко от этого страшного опасного места потому что кто его знает в любой момент может на голову что-нибудь обвалиться я видите в связи с тем что я пошла по большой воде высокий прибой если мне дальше идти то получается над самой этой скалой а мне там идти не хочется уж очень там как-то страшно и опасно вот но друзья я думаю что вы также как и я рады были увидеть это все поздравляю нас всех поздравляю я просто мечтаю чтобы вам понравилось я просто сама потому что я просто в великом восторге я постараюсь сейчас еще найти где-то в википедии но в википедии нет не будет погуглить может быть какие-то специальные английские сайты и узнать что же все таки такое здесь что это такое обнажилось за огромная такая старинная стена каменная и кирпичная а вообще конечно скала калвер даун во всей своей красе перед нами открылась я просто счастлива что я сюда добрела и вам это все показала а на этом друзья я с вами прощаюсь те кто досмотрел до конца мое видео думаю не пожалел всего вам доброго берегите себя удачи здоровья всем пока пока